Слава Господу, дорогие друзья! Как вы уже многие знаете, можем некоторые не слыхали, некоторые даже видали. Я попал в очень большой акцидент или аварию. Прежде чем я вернусь к этому, я хотел бы обратиться к женам, которые провожают своих мужей. У нас в церкви очень много тракистов. Очень много тракистов. Не провожайте их сердито, не провожайте их с каким-то унынием. Старайтесь молиться с ними. Потому что помните, что это может быть их последний рейс. И как они встретятся с Господом. Я очень много лет за рулем. Я 35 лет езжу на траках. Никогда у меня такого не было. И я не мог подумать. Я всегда был очень внимательный. И все было прекрасно. Братья, выключите, пожалуйста. В тот день я загрузился в Алабаме и направлялся домой. Просто торопился, потому что я хотелось быть дома. Случилось такое, что братья тракисты знают, они меня поймут. Когда идешь на Вест и на закате солнце где-то в 6-7 часов вечера тебя ослепляет сильно. Многое на дороге ты можешь не увидеть. А еще когда ты не ожидаешь совсем, когда впереди тебя идет машина, которая идет 20 миль в час. И ты на полном ходу по спидлимиту в 75 я шел. И на полном ходу как в стоячую стену. Это очень трудно объяснить. в тот момент ничего не помнишь, ничего не знаешь, просто когда увидел этот приближающийся трак, у тебя даже мысли не срабатывают. Это доли секунды, и ты понимаешь, что это все. Возврата может и не быть. И вот когда все прошло, и ты, как говорится, пришел в себя, и ты понимаешь, что это только Господь. Это только Господь. потому что в том положении, в котором я был, там практически выжить невозможно было. Когда я закрывал дверь в траке, у меня между водительским сидением и дверью оставалась только возможность просунуть ладонь, чтобы поднять сидение и опустить. Там буквально расстояние очень малое. Но когда после акцидента я пришел в себя, вернее, когда я очнулся, я увидел, что я стою в том месте, где я с трудом влаживал руку. Я стою в том месте. После вот на следующей фотографии задержитесь, братья. Обратите внимание, вот здесь, братья, задержитесь. Обратите внимание, стойка машины ушла в сторону и помимо стойки еще дверь прогнулась. И вот ровно в этом месте, там, где прогнутая дверь, оказались мои ноги. Следующая фотография, пожалуйста. Обратите внимание, как сидение. когда мы с сыном пришли на следующий день забирать мои вещи, он говорит, папа, объясни мне, где были твои ноги? Я говорю, ну, одна нога стояла вот здесь, я показываю, как раз возле этого бара, который выгнутый. Он говорит, а где вторая? Я говорю, я не знаю, где была вторая нога. Я просто не знаю, там практически нету живого места. И я сейчас говорю о том, что у нас Бог действительно живой, и у Него есть чудеса. Он делает чудо. Он посылает ангела-хранителя, который действительно тебя хранит. Я хочу прославить имя Бога. Одно прошу, молодежь дорогая, будьте очень внимательны на дороге. Очень внимательно. Это мгновение. Это мгновение настолько быстро приходит, что смерть, она реальна. Она совсем рядом возле нас ходит. Пожалуйста, будьте все очень внимательны. Дорогие мои друзья тракисты, будьте внимательны на дороге. Я знаю, я езжу очень много, и я благословляю вас, чтобы вы были внимательны и всегда возвращались домой целыми и невредимыми. Пожалуйста. Спасибо большое, братья. Субтитры создавал DimaTorzok Готов ли ты оставить навсегда твой дом с обилием тепла и света, Субтитры создавал DimaTorzok Уйти в страну, откуда никогда. Ты никому не передашь привета, Ты никого не сможешь навестить, Последним хлебом с братом поделиться. Там никого не сможешь ты простить, Там будет поздно плакать и молиться. О, помоги, Господь, прожить так жизнь, Прощать, любить, как любишь ты меня. Ты за меня дал всю свою жизнь, Ты за меня отдал всю свою жизнь. Ты за меня дал всю свою жизнь, Прощать, любить, как любишь ты меня. Ты за меня дал всю свою жизнь Тебя люблю всем сердцем я Готов ли ты оставить навсегда Все то, над чем годами ты трудился Ты ничего не сможешь взять туда Уйдешь таким, каким на свет родился Готов ли ты сейчас предстать пред ним И позабыв о множестве забот Оставить все, пойти за ним одним Куда Господь тебя не позовет О, помоги, Господь, прожить так жизнь Прощать, любить, как любишь ты меня Ты за меня дал всю свою жизнь Тебя люблю всем сердцем я О, помоги, Господь, прожить так жизнь Прощать, любить, как любишь ты меня Ты за меня дал всю свою жизнь О, помоги, Господь, прожить так жизнь Прощать, любить, как любишь ты меня Ты за меня дал всю свою жизнь Тебя люблю всем сердцем я Тебя люблю всем сердцем я Слава Богу Братья, очень большая просьба Когда будете молиться в записках Помолите за меня Я еще не совсем здоровый Спасибо Спасибо